Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодняшнее видео необычного формата, мы будем говорить о женских штучках. И если ты парень, выходи отсюда, хотя навряд ли. 95% людей, которые смотрят меня, это девушки. Поэтому я думаю, что эта тема как никогда будет актуальна для вас. Как избавиться от нежелательной растительности на теле или на лице. В общем, какие способы попробовала я. И у меня действительно была такая проблема, с которой я боролась достаточно долго. Появилась она в подростковом периоде, где-то когда мне было 13-14 лет. Я начала замечать, что у меня очень сильно выделяются волосы на руках. Они были черные, жесткие. Сначала, конечно, не были жесткие, это потом. В результате моих манипуляций, так скажем. Сначала я начала их осветлять. Так как ходить с такими волосами на руках было некомфортно. Из-за того, что я училась с русскими девчонками. У них вообще не было волос на руках. А если даже были, они были желтые, их было незаметно. У меня белая кожа, черные волосы. Это выделялось, смотрелось неопрятно, некрасиво. А потом уже, когда мне было 14-15 лет, у меня еще появились усы. Еще лучше. То есть мало было проблем, еще и появились усы. То есть это был такой пушок над верхней губой, который есть и у других девочек. Просто у них эти волосы были желтого цвета, и они как бы сильно особо не выделялись. Но у меня они были черные, белая кожа, черные волосы. Это выглядело просто ужасно. Но если честно, меня особо не дразнили по поводу усов, потому что, мне кажется, только я их замечала. Потому что главная проблема для меня в классе были волосы на руках. И как от них избавиться, и желательно навсегда. Сначала я начала эти волосы осветлять, но потом я подумала, что все равно их на солнце видно, они становятся какие-то рыжие. Это выглядело немножко странно. У человека, у которого черные волосы, у него рыжие волосы на руках. Это выглядело максимально нелепо и тупо. И я придумала новый способ. Я начала брить руки, ноги. Хорошо, что усы не стала брить, но да ладно. В общем, этот способ поначалу мне понравился. Я подумала, как круто, можно избавиться от волос. Но дальше все было намного сложнее и печальнее. То есть, волосы росли с большей активностью. Они становились чернее, толще. И, в общем, ничего хорошего из этого не вышло. И вообще, девочки, я считаю, что самый худший способ избавиться от нежелательной растительности, это ее побрить. В 21 веке существует куча методов, как можно избавиться от нежелательной растительности. Зачем именно брить плитва? Очень плохо влияет на наши волосы. И мне кажется, все-таки это инструмент, так скажем, мужского обихода. И для нас это совершенно не подходит. Дальше я стала умнее, хитрее. Начала лазить в интернете, так скажем. И я наткнулась на отзывы про эпиляторы. Купила себе эпилятор от Philips, который мне прослужил, наверное, года два. Поначалу я была просто в восторге. Я убирала волосы на руках, на ногах. В общем, где мне волосы не нужны, я просто проходилась эпилятором. Все было шикарно, я была довольна. То есть, два месяца спокойно я ходила без волос. А потом, когда они появлялись, они не росли сразу все. То есть, сначала появляется где-то 30% волос, потом еще 20%. В общем, если долго просто не эпилировать, то волосы возвращались, а так все было ок. Но потом я услышала как-то среди своих знакомых, уже когда я переехала в Азербайджан, про лазерную эпиляцию, что можно навсегда избавиться от волос. Если честно, сначала я к этому относилась очень скептически. Так как некоторые девушки говорили, что нет, это неэффективно. Кто-то говорил эффективно. И, в общем, пока не попробуешь на собственной шкуре, ты не поймешь, действительно подходит это тебе или нет. На самом деле, я могу сказать так. Так, эффективно это или нет? На самом деле, это эффективно для девушек, которые обладают определенным по типам. То есть, это белая кожа, черные волосы и желательно жесткие волосы. И чем жестче, тем лучше, так скажем. Если девушка блондинка и у нее желтые волосы, белая кожа, естественно, лазер их не увидит. Но хотя салоны нам говорят, что нету разницы, все будет окей. Вы избавитесь от волос за 8-9 процедур. Я не знаю, как это все дело работает. Я не медик. Я вам рассказываю просто, как клиент этих салонов, как человек, который все это попробовал. Быть может, термины, которыми апеллирую я, они не совсем правильные или что-то я говорю не так. Я просто говорю, исходя из собственного опыта. У меня были подруги, они были блондинками и тоже ходили на лазерную эпиляцию. В результате у них был результат 0, у меня результат 80%. И тем более в интернете тоже написано, что действительно эти аппараты, они именно воздействуют на черный волос, который они видят. А вот этот желтый волос они не видят. Ну, в общем, дальше я вам расскажу еще поподробнее и интереснее, как это все дело было. Поначалу эти процедуры стоили очень дорого. Но затем, так как у нас в Азербайджане желающих сделать лазерную эпиляцию намного больше, чем, например, в России. И, естественно, из салонов с этими аппаратами намного больше. Тем самым появляется конкуренция и вследствие падает цена. Поэтому эта процедура стоит очень дешево на данный момент. И с каждым днем она становится все дешевле и дешевле. На данный момент лазерная эпиляция всего тела стоит около 50 долларов. Все тело. Это очень бюджетно, я считаю, чем ходить на шугаринг, на просто какую-то эпиляцию. Лучше уж пойти на лазер, я так думаю. Что касается участков тела. Лучше всего можно избавиться от пикини, но это больнее всего, сразу вам скажу. На лице волосы не уходят ни у кого. Как я уже заметила среди своих подруг-знакомых, они растут медленнее, они растут нежнее. Но все равно на лице остаются. Но так как лазерная эпиляция всего лица стоит 5 монат, что делает около 200 рублей даже меньше. Поэтому я думаю, что если даже до конца жизни я буду ходить на все лицо лазерную эпиляцию, ничего страшного от этого не будет. Вообще начнем с того момента, что существует два вида лазера. Это диодный и Александрит Кандела Про, на который я всегда хожу. Диодный я несколько раз, точнее два раза ходила. Если честно, мне не очень понравился он. Там суть заключается в том, что перед лазером вы должны побрить волосы, которые у вас есть. И затем вы идете на эту процедуру. Вы можете быть загорелой, как говорит врач. Вы можете иметь желтые волосы и все равно это вам поможет. А Кандела Про, Александрит Кандела Про, это наоборот вам нужно отращивать волосы, а потом идти. На самом деле это не очень удобно, но все-таки это на мой взгляд эффективнее. Мне больше нравится этот аппарат. И я очень много где перепробовала. Если вы сейчас спросите меня, в какой именно салон я хожу, где именно я делаю лазерную эпиляцию, я вам эту информацию не дам. Просто потому, что я хожу в разные салоны, где бывают скидки, где бывают акции. Я иду по акциям и в принципе ничего плохого в этом не вижу. Потому что везде аппарат один и тот же. Какая разница, зачем переплачивать. Да и еще вы все подумаете, что это реклама. Оно мне надо? Нет, не надо. Это абсолютно честный мой отзыв про эту процедуру. И никто мне не платил деньги, чтобы я это говорил. И быть может где-то я и ошибаюсь. Но я говорю исходя из собственного опыта. Если меня вот так вот спросить в лоб, жалею ли я о том, что я сделала эти все процедуры, я вам скажу нет. Избавилась ли я от всех волос прям на 100%? Нет. Но они уменьшились. И можно сказать, что каждая последующая процедура, она нужна вам позже предыдущей. Ну как вам сказать? То есть сейчас, например, я пойду на процедуру. Следующую процедуру я пойду через 4 месяца. К примеру, когда уже волосы начнут расти. Потому что сейчас они у меня почти не растут. У меня была подруга в университете. Даже сейчас есть Сабина. Если меня смотришь, огромное тебе привет. И она ходила на лазерную эпиляцию, начиная с 10 класса. И когда мы были уже на четвертом курсе универа, у нее не было нигде волос. Вообще. Это просто идеально. Просто кожа, как у ребенка. Вот у ребенка нет волос. Даже маленьких, даже беленьких. И у нее появлялись волосы тут один, например. Тоненький, еле заметный. Тут один, к примеру. И это все связано с тем, что она последовательно ходила на все процедуры. И теперь она ходит раз в полгода, раз в год. Так, знаете, общий пройтись. Тут, там один волос и все. Это на самом деле очень удобно. Ты не паришься. Каждые две недели брить ноги и все такое. Один раз ходила на процедуру и все, красотка. Вуаля, ходишь. Я реально счастлива, что я сделала эту процедуру. Хотя в некоторых областях она очень-очень болезненная. Особенно это бикини и еще над губой. Тоже очень больно. Подмышки, ну так себе. Но если честно, у меня болевой порог не такой уж низкий. Поэтому, если другие девчонки говорят, это нереально больно, для меня, ну нормально. Если перед вами стоит вопрос, идти или не идти на эту процедуру, опять же, смотрите по своему светотипу. То есть, если вы брюнетка с белой кожей и у вас действительно обильная растительность, то мне кажется, стоит пойти избавиться от этой проблемы хотя бы на 40-50%. Можно пойти где-то на процедуру 4-5. И вы заметите, что реально волос стало намного меньше. Поэтому, опять же, исходите из своих желаний. Я очень надеюсь, что это видео для вас было полезно и информативно. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Я уже второй раз переснимаю это видео. Первый раз мне не понравилась картинка. Как-то я странно выглядела, поэтому решила сегодня переснять. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы, наверное, уже в курсе. К сожалению, я забыла составить какой-то план, о чем именно я буду говорить в видео. И поэтому, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. С удовольствием отвечу всем. Берегите себя, любите себя. Ведь красота, девчонки, это наше главное оружие. Всех люблю, целую. С вами Плайка Эмили. Всем пока!